Нет, 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 ещё девяносто восемь тысяч раз, не-е-е-ет, всё! Ну, пожалуйста, ну, пи-пи-пучечкин, ну, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу, ну, разучечек. Кать, ты понимаешь, сколько у нас с тобой детей? У нас столько с тобой панд, черепах, кошек, попуги, гаев и вот всех остальных, то, что ты про свою родную дочь забыла на две недели в подземелье, ты про всех детей даже не помнишь, на кой черт нам еще мелких чики-бамбоней делать? Это не маленькие чики-бамбоней, это маленькие котяточки, пушистые, холостенькие котяточки, между Милкой и Батоном Иваном, пожалуйста. Батончиком, не Батоном, а Батончиком Иваном. Это я его так грубо назвала, ну, пожалуйста, пойдем, пойдем чики-бамбони между котом, пойдем. Ну, Кать, мне кажется, в нашем сезоне выживания чики-бамбони уже просто вот так выше крыши, хватит и чики-бамбони устраивать каждую серию, пожалуйста. Это наше призвание, развивать нашу деревню как можно больше, чтобы в ней было много популяций, много животных, растений, да? Ты от меня, как я понимаю, не отстанешь, да, если мы не сделаем чики-бамбони? Нет, конечно, не отстану. Ладно, хорошо, пойдем тогда сделаем чики-бамбони. На самом деле я сам не помню, когда я в последний раз видел мелких вот этих кошатиков. Увидим вот сейчас Батончик Иван и Милка сейчас встанут. Ты же понимаешь, ты же понимаешь, что меня просто разорвет от милости, если я увижу маленькую кошечку. Только единственное, что у меня нет трески. У меня есть пару штучек, только пообещай и мне и всем подписчикам, потому что ты не будешь орать, как резаная. Пожалуйста. Обещаю. Все, давай заходи. Как-то ты не очень доверчиво обещаю сказала, но ладно. Господин Батончик Иван, господин, госпожа Милка. Вы готовы, дети? Не кричать, не надо никому кровь из ушей пускать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди, у меня вопросики, вопросики, вопросики. Сейчас родится маленький котенок, и чей он будет? Их? Они родители? Не, ну кем он будет приручен, мной или это более? Тот, кто вот их чики-бомбонит. Тот, кто их чики-бомбонит, получается? Тогда я чики-бомбоню. Хорошо, давай ты чики-бомбоню. Только смотри, перед тем, как чики-бомбонит, давай мы с тобой сделаем небольшую викторину. Посмотрим, у кого из нас больше развита интуиция. Короче. Батончик Иван у нас сибиряк. Настоящий волосатый мужик. Милка у нас восточная женщина с востока. Она у нас рыженькая, он у нас беленько-серенький. Давай, кто из нас угадает, какого цвета будет их маленький чики-бомбони, тот решит, что мы будем дальше делать в этой серии. То есть, если, допустим, я выиграю, я решаю, как дальше развивается наша серия? Да, да, мы делаем всё, что хочешь. Если ты хочешь, чтобы мы сидели-пердели все 20 минут, будем сидеть и пердеть. По рукам? По рукам. Всё, по рукам. Тогда держи треску. И подожди, я говорю то, что чики-бомбони маленький будет белого цвета. Белого? Слушай, а мне кажется, что-то, вот что-то типа, вот, знаешь, между серым, вот, и рыжим. Короче, какого-то вот одного цвета, вот, если смешать их вдвоём. Вот что-то типа того. Каштановый? Ну, что-то вот, короче, не знаю, такой. Я не знаю, как назвать этот цвет, но ты меня понял, короче. Всё, хватит трындеть. Давай, на счёт раз-два-тричек и бомбони. Сердечко так задрыгалось, прям сейчас выпадет из окна. Всё, и начинаем. Раз-два-тричек, тебе, тебе. Вы ленивые задницы, вы будете нам здесь шоу устраивать? Мы пришли сюда только ради чики-бомбони. Я не поняла, где котёнок? Слушай, а может... Иван девушка? А две девушки не могут же вот этого родить. Да, конечно, у нас вон панды фиг пойми кто из них кто. Неправда это всё. А может надо, чтобы они стояли? Давай я подниму Ивана, и ты подними Милку. А я подниму Милку, подожди, она... Давай, давай мне ещё две трески. Подожди. Вы ленивые задницы. Чёрт, это вы просто подстава, подставься. Что сейчас устроили, молодые коты? Ну? Доченька, ради нас! Чики, чики, бабочки! Так, а вылези, вылези, вылези! Она вся в маму, глаза мамины, а цвиросветка тоже мамина. Я же сказала, я же сказала! Выправьте Милку, чёртовой бабушке, я хочу на маленького котёнка посмотреть. Давай, давай! Так, всё... Ой, ты люський... Иванчик, батончик, ты чё уже там успела сломать? Как бы выцепить-то его вот? Я первый раз вижу маленькую кошечку! Она моя, она моя! Ну ладно, пускай, будь твоя, хорошо. Хорошая работа, батончики! Иван, Микаса, можно вас ещё раз покормить. Так вот, короче, сидите, всё, отдыхайте. Потрудились, молодцы! Так это чё, получается, я выиграла спорт? Ну, получается, да, ты сказала примерно вот такого цвета. Я сказал белое. Ну, не угадал. Да, я сказала, что типа-либо, ну, папа, либо мама, либо что-то серо-буро-малиновое. Загадывай желание, что мы будем делать в этой серии. Давай, я весь в внимании, давай. Подожди, Даня, надо любоваться на эту маленькую кроху. Мы же их хотели бирками назвать. О, ну, не бирками назвать, а бирки им сделать. One minute, one moment, сейчас приду, через секунду. Давай, давай, я подумаю пока, что нам делать сегодня. Да, давай. Так, раз, два, три, ага, хорошо. Сейчас возьмём ещё наковальню. Ничего, ничего, Чебурак, не расстраивайся, ты следующий. Стоп. Скоро у тебя жена будет. И маленький чик-бамбунь. Забираем наковальню. Кат, я сейчас буду. Давай, жду. Если батончик и Милка, тогда батончик может... Слушай, а может мелкого назовём кокосовый батончик Милка? Нет, нет, нет. Ёпрс. Я дряню. Так, сейчас. А что ты здесь забыл, я не могу понять. Так, дайте, дайте, дайте мне... Он, походу, пришёл на чики-бамбунь мелкого посмотреть. Отстань нафиг от нас. Ты не представляешь, как я сейчас перегогундилась. Я смотрела на эту молодую, испечённую семью. Поворачиваюсь, а мистер Крипер у нас уже вот здесь вот в хоромах, во дверях стоит такой. Хорошо, что я вовремя прибежал, потому что сейчас бы мы вообще без кошек бы здесь остались, если бы он к тебе подошёл. Так, подожди. Я одну бирку беру и называю Милка. Я знаю, как назвать малышку. Как? Булочка с корицей. Булочка с корицей? Просто булочка сокращенно можно. Она такая прям реально, как будто с корицей, как синабончик вот из... Так, хорошо. Держи, держи Милка. Называй Милку Милкой, а я Иванчика называю батончиком. Давай, называй. Милка, ты теперь с именем. Опа. И ты тоже с именем. Ой-ля, какие... Так, хорошо. Булочка, да, называю? Булочка с корицей. Давай просто булочка, а? Ну, она будет сокращенно булочкой, но полное имя будет. Булочка с корицей. С корицей. Булочка с корицей. Вот, всё. Давай, давай. Давай, давай. Ты, ты мать называй. Ну, я не мать, конечно. Вот мать сидит. Какой вы. Батончик Иван. Булочка с корицей. Милка. Какой, чё-то милый. Мимимишность у меня просто всех дыр хлещет вот наружу. Ай. Чудесно, чудесно. Всё, пошли. Пошли на улицу. Всё, вы тут давайте воспитывайте свою булочку с корицей. Мы вернёмся, ну, через недельки три, когда Катя вспомнит вас покормить. Всё, кушайте, кушай, кушай, кушай. Всё, давай, пошли. Хорошо. Ай, как хорошо. У нас тут опять гости, мистер Крэпер. Мистер Крэпер, давайте, давайте. А-а-а-а-а. Прости, пожалуйста, я нечаянно. Я не хотела. Наказание будет после серии, ты придумала челлендж для меня или вообще... Хватит бросаться! Ты придумала, чем мы будем заниматься в этой серии? Кроме того, как чинить опять... Газон весь этот. Давай, гори быстро. Мы будем сегодня строить с тобой аквариум для черепах. Оооо, кто-то, походу, комменты подписчиков читает. А, подожди, мы же читаем все комменты подписчиков, Катя. Все комменты читаем, да? Да, ну это уже пора запомнить, как прописную истину. Ну, конечно, да. Откуда бы я взяла эту идею? Сама, что ли, придумала? Ну, тогда давай сделаем так. Если мы читаем все комменты подписчиков, значит, все неподписчики должны стать подписчиками. Кто еще не подписан? Да, чтобы мы читали ваши комментарии. Подпишись, не будь вот этой... Кем? Вот этим. Вот этим, да. Все, тогда хорошо. В принципе, я тоже, как бы, давным-давно читал эти челленджи. То, что подписчики писали, чтобы мы, наконец-то, сделали аквариум. Потому что, ну... Ярик? Он только что чуть в космонавты не улетел. Сраный Ярик. Ааа, вот... Череп... Череп... Череп, вот, наркоман. Черепах нам надо... Так, тихо, все, все, все. Ярик нас моментально развеселил. Черепах в озеро. Пускай там плавают. Значит, нам нужно где-то ещё одно озеро забабахать, чтобы они там жили. Есть предложение, где мы можем озеро забабахать? Ты знаешь, можно прямо вот здесь. Да ну нафиг, какой... Нет, там места нет. Давай сейчас походим, поищем, и потом примем общее решение. Я ещё предлагаю сгонять за кораллами, чтобы украсить его красиво. Да, да, аквариум, там подземные подводные фонари и прочее, вот это вся лобуты. Погоди, а мы можем вот здесь вот сделать, как, ну, озеро вот тут вот, оградить его, и оно будет как бы вот в море встроено? В принципе, да, но это как-то сложно будет, тебе не кажется? Ну мы же можем под водой, например, поставить... Нет, не можем. Я думала, можно в воде вот так взять и поставить блок. Я тупая, хорошо, извините, пожалуйста. Что? Не смотри так на неё, пожалуйста. Пораскинув немножко мозгами, мы приняли общее решение, то, что мы построим аквариум для Пашки, Сашки, Наташки, Машки именно вот здесь. То есть здесь наш корабль, и перед этим кораблём будет вот такой аквариум, который уже будет встроен в сам океан. И у меня один единственный вопрос. На кой чёрт ты расставляешь золотые блоки? А? Ты тут? А чё? Я хочу, чтобы золотой не только сральник был, но ещё и вот этот аквариум, например. Ты в предыдущей серии на меня орала, что ты не хочешь делать золотой маяк, и хотела железными его сделать. Сейчас ты вот израсходуешь наши годовые запасы золота. А всё, у меня уже закончилось, не хватило, поэтому я всё сломаю обратно. Всё, я передумала. Эту женщину, девушку, не понять. В общем, естественно, то, что на вот этот аквариум нам потребуется очень много времени. Поэтому первым делом, что мы решили сейчас сделать, что, Кать? Мы сейчас отправимся за кораблами и за всякими разными ништячками в этот аквариум. Чтобы аквариум у нас был, конечно же, красивым. Я тебе предлагаю на лодке или на крыльях? Я тебе предлагаю вернуть два куска жёлота, которые ты мне только что спёр, потому что у меня было 30 блоков, а сейчас 28. Вот, один плавает сзади тебя, вот там далеко, и другой плавает где-то вот здесь. Кать, ну ты расставляешь золото, а потом просираешь его. Извините, извините, ладно, всё, ну погнали на лодке, что ли. Сейчас я захвачу черепашьи, где эти вот панцири для того, чтобы... Где лодка? Все лодки израсходовал, давай за лодкой сгоняй, быстро. Да, конечно, вам с той стороны лежат. Не умничай, иди за лодкой. Вашу уберу уже рядом, садимся. Такси, такси. Да, 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 давай, да, да. Вези такси вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов. Такси, такси, хочу в такси И тебя обнять И поцеловать Вези давай, что на месте стоишь, такси, такси Дорогу покажешь, я же не знаю, куда ехать-то Прямо, просто прямо Светлое будущее Так, это мы шо, почти на месте? Чисто прямо, чисто прямо Перед тобой уже просто безграничное количество кораллов Но я пока ничего не вижу А, вижу, 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 вижу Фиолетовые, синие, желтые, красные Да ты подожди, ты хотя бы шлем возьми, который я тебе подготовил Кать, держи, держи и надевай Какой шлем? Вот, давай, набей Черепашечный Только проблема в том, что ты не можешь ломать кораллы Только я их могу, потому что у меня кирка Ты говори, какой цвет кораллов ты хочешь Я буду их ломать, хорошо? Да давай фиолетовые Вот эти вот рубиновые Давай, короче, давай Я их ломаю, а ты их собирай Все понятно Ооо, так они не на поверхность будут сплывать Да, да, да Ооо, да ну Ключевое, что нам с тобой нужно не забыть Это сделать подсветку В нашем аквариуме для черепах Вот одно предположение Кать, как ты думаешь, из чего делается подсветка, а? Из фонарей Я тебе открою страшную тайну Подсветка делается из огурцов У тебя совсем кукуха поехала, да? У меня не поехала кукуха, реально Есть морские вот эти огурцы, которые я прям сейчас ломаю Они светятся в воде Поэтому их тоже собираешь, чтобы у нас аквариум был светлый дома Огурцы? Да Еще и морские Еще и светящиеся Вот так, вот именно Все, давай собирай В принципе, мне кажется, что я уже много всего наломал Вот еще парочку огурчиков Парочку фиолетовых Пару розовых Пару желтеньких И можно, наверное, текать до дома Да? Да, только я ничего не собрала Потому что у меня полный инвентарь Прости, пожалуйста Ну так ты давай расчисти и собирай А слушай, а может вот эти блоки еще ломать? Мне кажется, они прикольно выглядят Я опять тону, тону Блоки? Какие именно? Покажи Ну вот эти, фиолетовые, розовые Ты смотри, как они прекрасно выглядят Мне кажется, их тоже можно будет потом запиндюлить наш аквариум Вот эти именно Нет? Я предлагаю вообще, в принципе, аквариум здесь построить И вот сюда Пашку, Пашку, Наташку, Сашку, Машку Вот этих вот сюда переплавить Отправим детей в свободное плавание Да, пускай они здесь живут Это че за рыбы? Это тропический вроде Ты там не пугайся, Кать Реально? Я первый раз таких увидела сейчас Да, тут тропический И тут вроде даже и глобрюхи водятся Поэтому смотри, чтоб тебе никто задницу не ужалил Эпапа Рыбненький фаршик у нас сейчас будет На тебе Итак, дорогие друзья Совместными усилиями мы добились того, что весь наш инвентарь Доверху забит всякими разными кораллами Ой, куречка 33 морских огурцов У нас роговые кораллы Да, я даже тропическую рыбу успел убить У нас и пузырчатые кораллы И веерные И синие И огненные даже Короче, кораллов Как говорится, хоть жопой жуй Вот Все Давай, я штурман Возвращаемся домой Возвращаемся С кораллечками Главное Сейчас надо в них не сесть жопой Чтоб не проколоть все трусы Народная мудрость От Екатерины Крафт Я вижу золотой сральник Значит, мы уже у дома А справа маяк Который я начал строить И, наверное, в ближайшие серии Я его уже дострою Посмотрите Вот там достопримечательность наша новая Так Че за дичь? В смысле дичь? Маяк, я сказал Все Паркуемся вот здесь И именно Мистер Хрэппер Как ты Давай, давай, иди сюда Не собираю опыт Так, смотри Как работают морские вот эти маринованные огурцы Собака Как вы захоли бы Не Не Это территория Сашки, Пашки, Наташки, Машки Хватит здесь вот этим жопами чесать Смотри Вот Я беру и ставлю Морской огурец И он начинает освещать Вот эту всю территоритейшн Это значит, что здесь у нас больше не будут спавниться вот эти утопленники всякие Видишь? Ничего, он не начинает освещать Все как было, темно, так и осталось Слепошарая Убей, Игора Я пока поставлю огненный коралл У нас где-то вот здесь будет У нас много всяких Давай, вот Веерные, розовые Ёханый баба Я просто представляю Через несколько серий Какая красота у нас здесь с тобой будет Просто посмотри Давай, расставляй Давай, я хочу вот эти вот фиолетовые блоки поставить Сюда Сюда И сюда Розовая лагуна просто какая-то Фиолетовая Надо будет больше цветов сюда забабахать В принципе Слушай, мы как бы уже можем сюда Пашку, Наташку, Сашку, Машку притащить Пускай они здесь тут суются Но проблема в том, что они могут отсюда выплыть и потом И уплыть в свободное плавание Поэтому я не знаю, что это А ты вспомни, как мы их отправили вообще из родительского дома И они все до единого вернулись Тоже верно, тоже верно Ну ладно, давай хотя бы притащим двух черепах и посмотрим Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Чё? Давай! Да не надо Давай мы вот им сделаем подарок и покажем Ну чё, Пашка и мертвая Наташка Скоро ваш дом изменится Но Катя сказала, не горит вам Это будет сюрприз в ближайшие серии Поэтому ожидайте, дети мои, ожидайте Мне кажется, на этот бой можно смотреть вечно Пока Катя не догадается в руки взять меч и убить Спайдермена Катя, тебе там весело? Чё, я победила Слушай Миша Продолжение следует...